Здравствуйте, уважаемые Десногорцы! В ближайшие 10 минут об основных событиях понедельника и минувших выходных. А с вами Любовь Мишакова. Смотрите в выпуске. Открыт новый спортзал. Оздоровительный цыгун в Десногорске. Семейные старты на ФОКе. Начались осенние каникулы. Сводка за неделю из ОМВД. Молодежная дискотека в ГЦД. А теперь об этих и других событиях подробнее. Во Дворце молодежи Смоленской АЭС состоялось долгожданное открытие спортивного зала «Самсон». Спортсмены тяжелоатлетического клуба, лидера силового троеборья на Смоленщине. Улучшать свои достижения, повышать мастерство и приумножать победы теперь тяжелоатлеты могут в современном зале, открытом при поддержке концерна «Росэнергоатом», «Смоленской АЭС» и регионального отделения партии «Единая Россия». Зал, который был открыт с вашей помощью, он как раз таки позволит нашим спортсменам повысить свой профессиональный уровень и доказать о том, что мы лучшие на всех соревнованиях разных уровней. И самое главное, мы позволим популяризировать активный образ жизни среди нашей молодежи, подрастающего поколения нашего города и привлечет их к массовым занятиям спортом. В новом спортивном зале установлены современные многофункциональные тренажеры как для профессиональных тяжелоатлетов, так и для начинающих спортсменов. В минувшие выходные у горожан была возможность посетить бесплатный мастер-класс от президента Межрегиональной Ассоциации оздоровительного цигун Виктора Стерликова и постичь азы этой китайской гимнастики. Взяв с собой удобную для занятий одежду и легкую сменную обувь, десногорцы пришли в городской центр досуга. Шли семьями, группами и поодиночке. Организаторы встречи утверждают, что практика цигун доступна для людей любого возраста и состояния здоровья. При этом не требуется никаких дополнительных мер по изменению образа жизни, режима дня или питания. Это бесценные знания, которые можно передавать по наследству. То есть это реально. Люди думают, что же по наследству-то детям своим передать. Передайте эти реликтовые знания. Они имеют бесценные, то есть их ничем нельзя оценить. То есть потому что вы передаете детям своим принципы здоровья, которые на всю жизнь. Потому что как три тысячи лет назад, так тысячу лет вперед, так и сейчас человеческий организм будет работать по одним и тем же принципам. А эти принципы очень хорошо изучили китайцы, и они воспроизвели на свет такую замечательную практику – оздоровительный цигун. Вот эта уникальная такая система, которая позволяет человеку чувствовать себя великолепно и делиться радостью с другими. Каждый приходит к практике цигун своим путем. Кто-то узнает информацию об этой оздоровительной системе из журналов и книг. Кто-то начинает заниматься по совету друзей. А кто-то просто приходит на вот такое пробное занятие и понимает, что эта гимнастика – как раз то, о чем он так долго мечтал. Меня подруга позвала. Интересно, нравится? Нравится, мне понравилось. Можно еще прийти. Такие встречи – это всегда положительные эмоции, встречи со своими знакомыми, ну и с замечательным пропагандистом и мастером. Мы сегодня очень довольны. Вот. И многое взяли о теории медицинских показаний, как эти упражнения влияют на здоровье человека. Мне очень понравилось. Ну, пришла, чтобы, надеюсь, что-нибудь применю для поддержания своего здоровья. Учитывая интерес жителей нашего города, в ближайшее время в Десногорске планируется открыть представительство общественной организации Ассоциация оздоровительного ЦИГУН. И тогда у всех желающих будет еще больше возможностей под руководством опытного инструктора изучать гимнастику ЦИГУН, путь к здоровью и внутренней гармонии. В минувшее воскресенье в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна состоялся спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Праздник был посвящен Дню народного единства. В веселых эстафетах побороться за звание «Самая спортивная семья Десногорска» смогли 12 семей города. Участники разделились на 4 команды, которые смогли продемонстрировать в веселых эстафетах ловкость, смекалку, физическую подготовку, а также сплоченность и желание побеждать. По итогам соревнований кубок лидера получила команда «Комета». Второй кубок был отдан команде «Радуга». Главное – это не победа, а главное – участие. Такие соревнования помогают семьям города сдружиться и познакомиться поближе. И еще немного о спорте. 6 ноября в 10 часов в спортивном зале первой школы Десногорска пройдет межшкольный турнир «Веселые старты». Участвуют дети школ номер 1 и номер 2, посещающие досуговые центры на осенних каникулах. Блок криминальных новостей. Свыше 1100 нарушений правил дорожного движения только за одни выходные. Таковы итоги сплошных проверок на территории области за минувшие выходные. За субботу и воскресенье сотрудниками госавтоинспекции выявлено 1120 нарушений правил дорожного движения, среди которых свыше 30 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и 8 отказов от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Пресечено более 240 фактов превышения установленного скоростного режима. Смоленская область присоединилась к федеральной акции по правилам. Акция призвана информировать граждан об актуальных темах в вопросах безопасности дорожного движения, разъяснять необходимость использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, призывать соблюдать скоростной режим, а пешеходов правильно переходить дорогу. А сейчас капитан полиции Романова расскажет о криминальной ситуации в Десногорске за прошедшую неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило сообщение и заявлений 118. Из них сообщение о преступлениях 3. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 106 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 73. Задержан один водитель за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Уважаемые жители города Десногорска, обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2015 года вступило в силу еще одно изменение правил дорожного движения, которое касается безопасности движения пешеходов. Во время движения в темное время суток ненаселенных пунктов, а пешеходы могут передвигаться по обочинам или по краю проезжей части дороги, пешеходов обязали иметь на одежде светоотражающие элементы – фликеры. С 1 июля 2015 года за отсутствие светящегося элемента пешеходов штраф 500 рублей. Сегодня первый день осенних каникул в школах. Как отдыхают десногорские дети, смотрите в нашем следующем сюжете. На осенних каникулах в школе номер один Десногорска организован досуговый центр, в котором дети могут весело и с пользой провести время. В первый день отдыха пришло 36 детей. Работали две группы. Досуговый центр создан для того, чтобы деткам было не скучно, и на каникулах они могли также развиваться и играть. При помощи вожатых для ребятишек была организована программа «Веселые бытворяшки». Мы являемся представителями совета старшеклассников, вожатыми. Сегодняшнее утро, как всегда, на каникулах начинается с веселой зарядки. Для детей мы готовим различные игры, чтобы вновь на каникулах они могли встретиться друг с другом. Потому что также это проводится в помощь родителям, которые, например, не могут оставить своих детей дома одних. Каждый день у нас проводятся игры различные, готовим сценарии. В первый день дети повеселились на дискотеке, поиграли в различные развивающие игры, почитали книги и журналы. А в гостиной юные художники ребята смогли почувствовать себя настоящими живописцами и нарисовать яркие осенние пейзажи. В первый раз сюда пришел, мне очень понравились наши вожатые. Они очень красивые и мне нравится наш маленький лагерь. Скажи, пожалуйста, что тебе сегодня понравилось здесь делать? Рисовать, спектакль играть и танцевать про фиксиков. Подобные досуговые центры организованы в каждой школе нашего города. Со 2 по 11 ноября в нашем городе проходит акция «Я доброволец». Сотрудники молодежного центра собирают одежду, обувь, детские книги и игрушки. Все вещи будут адресно направлены в помощь малоимущим, многодетным семьям и детям-сиротам. До 9 ноября вещи принимаются в молодежном центре 6 микрорайона, пристройка к 408 дому. А 9 и 10 ноября будут организованы передвижные пункты приема по микрорайонам города. Дорогие земляки, поможем ближним вместе. Справки по телефонам 3 13 55 и 3 25 04. Хэллоуин или праздник всех святых ежегодно во всем мире отмечает в основном молодежь. В Россию этот праздник пришел сравнительно недавно, но уже успел обрести свои традиции и, конечно же, своих поклонников. Вечером 31 октября сотрудники городского центра «Досуга» организовали дискотеку для молодежи «Трансильвания». Дискотека длилась 2,5 часа, и все это время гостей праздника развлекали участники шоу-группы «Индиго». Я давно хожу на дискотеки городского центра «Досуга», и мне здесь очень нравится. Этот праздник всегда проходит 31 октября в Америке. Обычно проводится ночь. Веселые игры и конкурсы сопровождались вручением приятных призов и сувениров. А закончилась дискотека выбором короля и королевы бала. Это все новости на сегодня. Смотрите нас ежедневно по будням и на сайте телеканала desna-tv.ru. Спасибо, что были с нами. До свидания.